здарова в этом видео я вам расскажу покажу и подробно мы рассмотрим 5 самых сильных самых лучших пт 10 уровня вы заметили что видео про топ-5 перестали выходить какое-то время все потому что я ждал пока выйдет японская ветка поскольку здесь точно должны были быть танки которые войдут на некоторых уровнях в топ-5 в целом есть некоторые танки на десятом уровне пт-шки на которых при должном скелет тоже можно отыгрывать неплохо но в этом топ-5 собраны мало того что по статистике лучшие танки но я их еще и расставил в такой последовательности что чем ближе мы будем подбираться к первому месту тем меньше нужно прикладывать усилий чтобы как можно чаще показывать хороший результат затаскивать бои и в целом можно будет набить 10 к урона при этом чем ближе к первой позиции нашего топ-5 тем меньше усилий к этому нужно будет прикладывать и начинаем мы с пятого места и на нем у нас будет два танка поскольку они по сути про одно и то же но разные и так первый танк на пятом месте нашего топ-5 это стр в 103 б шведская пт-шка 10 уровня для начала давайте посмотрим ее броню в лд у нас неплохо танкует нижняя и средняя часть поскольку там у нас такое забрала решеточка которая помогает нам танковать поэтому если мы играем от рельефа прячем нлд и показываем только в лд еще и стараемся показывать так чтобы не было видно лючок если лючок видно то он пробивается фугасиками также не стоит доворачивать корпус бортом танковать мы не будем будем в него жестко получать также еще часто бывает такая ошибка что люди показывают нлд стр в очень часто горит в это самое нлд нлд это нижняя лобовая деталь в лд это верхняя лобовая деталь интересно найдутся танкисты которые даже после объяснения не поняли чё это и так стр в во первых обладает одной из самых лучших точностей среди всех пт-10 025 это даже не одна из самых лучших это и есть лучшая точность поскольку второй танк который находится у нас 105 на пятом месте я просто два танка засунул потому что это я не знаю какой из них выбрать для меня этот этот равноценен поэтому они оба тут будут на пятом месте и и все я художник я так вижу у гриля вот я уже и раскрыл тайну какой второй танк у него точность 026 у стр в 103b 025 оба чаще всего отыгрывают одну и ту же роль стрелять из кустика вдаль но если рель в основном только про это то и старой 100 3b обладает еще и неким потенциалом в танковании поэтому ездение с прямыми руками без клешней которые умудряются еще и активно и рать на этом аппарате поскольку у нас еще и увн и углы вертикальной наводки минус 11 то есть можно играть хорошо от рельефа при этом у нас танк еще и низкий у нас hydra пневма подвеска танк наклоняется туда-сюда очень низкий обладает лучшей маскировкой среди pt-10 обладает лучшей точностью еще и обладает лучшим дпм средний урон в минуту на пустом танке 3487 конкуренты отстают как минимум на 600 а как максимум еще и на 1000 то есть дпм очень жесткий поэтому этот танк нельзя было обойти стороной и не добавить в топ-5 также максималка 50 вперед 45 назад а какая разница практически одинаково едет что вперед что назад единственное что у этого танка худший обзор 360 также у нас самая маленькая альфа средний урон у нас 390 но при этом перезарядка 6 и 7 на пустом танке это прямо пулемет пробитие основным снарядом 308 и это самое большое пробитие основным снарядом специальный снаряд пробивает 350 и оба эти снаряда под калибер и скорость полета что там что там 1500 метров в секунду единственно что специальный снаряд летит на 50 метров медленней вряд ли кто-то заметит разницу а вот фугас летит со скоростью 680 это прям какой-то медленный снаряд в три раза медленнее практически получается чем остальные снаряды и пробитие 53 фугасом это ни о чем у этого танка также еще есть два режима походной и осадной в походном режиме это танк в основном про езду но стрелять может у него подвеска перестает работать и он просто едет углы вертикальной наводки в походном режиме плюс минус один это даже не углы это просто их нет только в осадном режиме мы останавливаемся начинаем ехать очень медленно но у нас орудие начинает опускаться 11 градус в этом весь прикол в одном режиме мы ездим в другом режиме мы останавливаемся и начинаем стрелять у нас по сути два набора оборудования на этом танке имеет смысл ставить досылатель вентиляция турбина с турбиной мы в осадном режиме тоже быстрее начнем ездить это будет кайф также еще можно на городские карты поставить досылатель компоновка турбина с компоновка у нас будет быстро чиниться гусеница и наши нлд не сгорит по крайней мере один раз полевую модернизацию вы видите на своем экране история у танка довольно таки короткая он появился у нас в игре в 2016 году в патче 0917 и все это вся его история он просто появился и есть танк специфический и им плей уникальный некоторые люди обходят его стороной некоторым он очень сильно нравится но его нельзя обойти стороной когда говоришь про лучшие пт 10 уровня его и на глобальной карте надо в кланах берут он и в рандоме надо может так прикрыть фан что капец и есть игроки которые умудряются на нем играть активно это интересный аппарат который заслуживает пятое место для некоторых людей он даже может быть и первое место занимает на вкус и цвет все пт 10 разные я же выставлял рейтинг в такой последовательности насколько легко и часто можно затаскивать невероятные бои набивать кучу урона и в принципе показывать стабильно высокий результат на и ст рв играть стабильно тяжело но в некоторых боях он может налегке даже если игрок обладает практически чуть ли не нулевым скиллом просто в нужном месте стать и просто стрелять по врагам и этого будет достаточно рано или поздно даже самый бездарный игрок на этом танке на стреляет 10 тысяч урона просто так совпадет но вот на других танках на остальных большинстве пт-10 это не получится сделать поскольку они намного сложнее стрельбе в управлении и так далее но фишка моих топ-5 пт-10 в том что каждый из них может следующий танк в нашем топ-5 пт-10 это гриль 15 и он тоже на пятом месте как стрв поскольку я не знаю у кого из них я должен поставить выше или ниже они конечно разные но частично иногда у них суть одна и та же они по статистике примерно там на одном месте что на том танке можно иногда настрелять очень много не обладая каким-то там сверх скиллом что на другом тоже самое при этом чем выше у вас скилл тем вы просто чаще это будете делать что тот танк про кустарные истории из кустика стрелять вдали что этот танк тоже самое из кустика стрелять вдаль и при этом и у стрв и у реля есть и скорость и мобильность и динамика удельная мощность максимальная скорость они тоже могут играть активно ездить по карте менять позиции даже иногда надо куда-то врываться эти танки по сути имеют немножко схожий смысл игры я не могу сказать что прям геймплей одинаковый поскольку но они очень разные и по стрельбе и по механикам игры но вот смысл похожий давайте теперь поговорим про рель 15 посмотрим на его броню хоть ее и нет но не будем ее обходить стороной и внимательно посмотрим что он фугасами пробивается в лд в рубку в борт под наклоном без наклона в корму сверху снизу он везде пробивается любым фугасом который можно только встретить разве что там я не знаю там фугасница 3 уровня его не пробьет но как она будет стрелять в десятку я не знаю броня в общем максимально ужасная даже у стрв броня хоть какая-то местами есть но у гриль 15 ее нет вообще нигде и так давайте поговорим про динамику ведь реле 15 это самый динамичный танк 10 уровня среди пт максимальная скорость вперед 60 удельная мощность 21 единственное что скорость поворота подкачала 25 это такое вот средненькое значение есть еще несколько пт у которых примерно такое же значение и только у двух пт шик получше повороты конечно не его это такой вот трамвай что касаемо орудия здесь у нас также как и у стрв очень феноменальное сведение у стрв в походном режиме сведения плохое но вас одном великолепное у гриль 15 всего лишь один режим и он всегда в нем обычный режим никаких больше нет поэтому у него всегда сведения 14 точность 026 это самая точная пт 10 уровня точнее нет ничего но стабилизация подкачала она так себе поэтому нужно пользоваться перед каждым выстрелом этим сведением 14 углы вертикальной наводки минус 7 это не лучший результат но грубо говоря средний у многих пт тоже 78 есть даже у которых 5 и им вообще грустно но вот до 10 или 11 какой стрв тут далеко этот средненькое такое значение не сказал бы что это супер клёво но при том что гриль в основном стреляет вдаль этого достаточно дпм у нас не самый лучший 2600 это даже скорее ближе к худшему дпм у чем к лучшему но не самое плохое это такое что-то около середины пробитие основным снарядом 279 альфа 750 и вот альфа у нас самая большая в нашей пятерке конечно же есть и больше в целом но в нашей пятерке это самая большая альфа у специального снаряда пробитие 334 и это не сказать что это много для кумулятива мало бы быть и побольше конечно некоторые тяжелые танки более-менее пробиваются такими специальными снарядами в лоб но вот какую-нибудь рубку и 3 таким снарядом не возьмешь при том что у гриль 15 лучшая точность лучшая скорость этот танк еще и лидер в худшие маскировки хуже него в нашем топ-5 нет маскировки ни у кого и это великолепное сочетание когда у тебя и маскировка худшая и броня худшие хуже нет ни у кого поскольку она везде пробивается фугасами поэтому этому танку прям суждено стрелять 15 метров от кустах а еще и лучше 15 метров от двух кустов как так получилось что маскировки прям вообще кот наплакал я не знаю это конечно да но танк великолепен скоростью орудием с точностью с альфой с пробитием поэтому он явно заслуживает свое пятое место обзор у реля 390 и по сути на него из оборудования поставить толком то и нечего едет он и так великолепно точность для орудия вообще ничего не надо она просто божественная лучше нету ничего можно улучшить дпм досылателем улучшить обзор просветленкой и поставить прицел чтобы стрелять еще точнее или поставить омп чтобы лучше поворачивать поскольку танк плохо поворачивает еще как будто бы такая задумка что на этот танк по мысли разработчиков видимо надо ставить малошумную систему чтобы маскировка была лучше поскольку ну на танк вообще абсолютно нечего ставить ему ничего не надо можно просто поставить досылатель и разницы вы почти не заметите даже у разных игроков если посмотреть какое оборудование они катают кто-то и турбину ставят видимо на орбиту хотят залететь кто-то прицел ставит кто-то просветленку но даже если поставить улучшение маскировки маскировки все равно будет не сильно много полевую модернизацию вы видите на экране также бэбэшка у гриля летит быстро 1200 метров в секунду а вот кумулятив летит медленно в принципе быстрые кумулятивы в игре вряд ли найдешь но он летит со скоростью 900 метров в секунду и тут уже нужно брать упреждение это скорее снаряды для ближнего боя чтобы разваливать тяжей на ближней средней дистанции стрелять кумулями куда-то там вдаль это будет не простая задача если враги двигаются ну а когда они будут стоять только врагам известно том же 2016 году когда появилась стр в гриль 15 заменил у нас воффентрагера и появился собственно в игре после чего в 2017 году гриль 15 получил свой нерв первый и последний перезарядку ухудшили на полторы секунды стала 18 у вены были 8 что было бы как раз комфортно сделали 7 чтобы не дай бог ты где-то там комфорт почувствовал скорость назад было 20 но вот тебе на 15 не дай бог ты откатишься и выживешь чтоб ты насладился мощность двигателя чуть-чуть понерфили на 50 стала 850 ну и скорость полета снаряда которая сейчас 1200 было когда-то 1350 там и тут немножко удобства уменьшили единственно что прям супер золо и понерфили это перезарядку на полторы секунды но в целом нерв такой масштабный по откусывали там и тут итак переходим теперь в нашем топ-5 4 позиции это объект 268 вариант 4 конечно по статистике это танчик повыше чем четвертое место среди прокачиваемых пт-10 но я его опустил чуть пониже во первых потому что могу а во вторых я считаю что его не так уж легко реализовать все-таки его там нерфили перенерфили сколько раз вы земли зоны уже все понимают куда ему стрелять если танчик наклонился стреляет в лд если не наклонился стреляют в лючок чуть корпус перекрутил пробивает к точке если что-то там никуда ничего не подставляешь пробивает нлд шичку также у нас еще если посмотреть на ттх самые худшие увн и 5 градусов не так уж легко этот танк реализовывать но все же это танк который что-то может давайте посмотрим на броню что мы видим что есть и в нлд у земной зоны и в лд если сверху стрелять тоже пробивается лючок на месте и так далее корпус тоже не стоит перекручивать также что интересно хоть танк этот и прям супер бронированный но вот по жопе если стрелять то можно даже фугасиками пробивать поэтому если этот танчик обойти с кормы можно очень жестко ему навалить называют этот танчик в игре омон потому что он врывается люди уже привыкли и четко отстреливают туда куда ему надо не дай бог ты там хоть чуть-чуть как-то не так повернешься сразу все лицо будет дырявая но если ты будешь стрелять ему куда попало они туда куда надо все же он танковать будет и давайте посмотрим на мобильность максимальная скорость вперед 50 это не был бы омон если бы он ездил медленно он бы не смог вырываться поэтому полотенник вперед 18 назад удельная мощность 18 что тоже немало танк едет хорошо подвижность у него отличная маскировка у нас не самая плохая но она просто чуть лучше чем у тех у кого она плохая поэтому это не танчик про стояние в кустах обзор 370 это чуть лучше чем у самый плохой результат гордиться тут нечем также у нас 2000 хп примерно так же как у всех у кого-то там 2000 у кого-то 200 вот у кустарных пт-шек у гриля и у стрв 1800 тут у нас типа 2000 на полтычки мы можем получить больше плюс у нас есть броня и в борту и во лбу поэтому мы в плане живучести конечно получше чем пт-шки для кустов которые стреляют вдаль чаще всего но бездумно стоять перед врагами светить своими уязвимыми зонами не стоит поскольку в рандоме уже все четко понимают куда она убивается также давайте посмотрим на огневую мощь точность у нас здесь почти самая плохая но не самая 04 а вот дпм самый плохой 2393 на пустом танке это хуже некуда в топ-5 нету ни у кого хуже это конечно печально также у нас еще и сведение 2 и 4 это не самый плохой результат но далеко не самый лучший пробитие основным снарядом 293 и это бы башка который летит не быстро 960 также есть еще специальный снаряд с пробитием 360 это прям солидное пробитие на специальном снаряде и летит он тоже со скоростью 960 тут не намудрили фугас пробивает 90 принципе кому-то в корму можно присадить а вот альфа у нас 650 такая вроде бы большая но это не 750 чуть-чуть не не дотянули и что у нас в сухом остатке чисто тупо танк для ближнего боя с кучей брони со скоростью с хорошим пробитием бэбэшкой с повышенным таким вот пробитием кумулятивом поскольку у кустарных потешек пробить и там специальным снарядом прям сильно ниже прям это заметно а для танка ближнего боя у которого и снаряды медленно летят ему и пробитие побольше но конечно точность дпм тут подкачали также увен и 5 градусов и много уязвимых зон хоть этот танк и показывает солидный результат по статистике я считаю что на нем тяжело и сложно играть поэтому он занимает четвертое место да когда ты попадаешь в бой и кустарные птшки на коридорных картах едут в кусты стоять а ты стяжами создаешь преимущество как тяж тоже едешь с ними на фланг вы продавливаете направление и чаще всего получаете результат победку там и так далее поэтому по смыслу этот танк делает свой вклад в бою но играть на нем не так уж и легко нужно на нем прям научиться не подставлять у зимы зоны во время врываться справляться с неудобствами но по статистике этот танк неплох в пятерку лучших он точно входит что касаемо оборудования здесь тоже есть некоторые варианты досылатель улучшенные механизмы поворота и вентиль у нас есть проблемы со стрельбой с дпм поэтому и досылатели вентиль также там стабилизация точности чтобы крутиться лучше у mp есть еще люди которые им пофигу на кривую пушку ставят досылатель турбина закалка либо можно поставить досылатель у mp закалка я честно говоря не знаю нужна ли ему турбина он и так едет хорошо у него с максимальной скоростью нормально и удельная мощность хорошая танк едет хорошо куда люди там на турбине прям хотят улететь на нем я не знаю но это же не гоночный болид ты приезжаешь к тяжам и начинаешь с ними стреляться на мой взгляд скорости так достаточно лучше улучшить кривое орудие она прям реально корявая полевую модернизацию вы видите на экране ну история у этого танка конечно грустная в 2018 году в патче 0922 он появился у нас в игре и в 2018 в патче 102 его по нерфе ли и стабилизацию на 33 процента по нерфе ли скорость поворота с 23 до 22 скорость сведения ухудшили было две секунды стала две с половиной и броню ему по нерфе и максималку на 5 уменьшили вот и стала 50 назад танк ехал 22 теперь 18 мощность двигателя на 150 по нерфе ли осталось 1350 хп было 200 это как бы лучший показатель для пт на десятом уровне среди наших топ-5 был бы но на 100 хп уменьшили и осталось всего лишь 2000 на то время этот танк был сильно жесткий но вот сейчас смотришь на эти параметры можно было бы что-то наверное и не ухудшать уже этот танчик прям первое место не занимает но остается неплохим и по статистике свои цифры отбивает хорошо но я вам так скажу на нем нелегко играть врываться как в 2018 на нем уже не получится его очень быстро разберут разве что если вы играете в топе и въезжаете в восьмерке но тут тоже можно так заехать что лучше не заезжать на третьем месте в нашем топе т110 е3 это наверное самая жесткая броня в нашем топе любители потанковать вам сюда это наверное еще и была бы худшая маскировка если бы не занимал это место рель 15 поскольку и 3 вот даже у него маскировка лучше рель конечно тут дает также это еще очевидно худшая динамика максимальная скорость 24 вперед 8 назад это прям назад вообще ехать не хочет да и вперед тоже не особо скорость конечно да также у нас еще не особо там большой дпм 2600 но как показывает 268 вариант 4 хотя бы 2600 это уже не так уж плохо есть еще у гриля 2600 есть еще у парочки танков по 2800 так что получается что заметно нас обогоняет по дпм и только стрв так что не так уж и плохо сведение у нас так себе 259 точность 035 вот точность хорошая пробитие основным снарядом 295 это у нас б башка который летит со скоростью 870 но нас танк чисто для ближнего боя а вот специальный снаряд с одной стороны он мне нравится ведь пробитие у него 375 но это подкалибер дурацкий хотя пробивает он жестко хотелось бы кумулятив в ближнем бою прям разваливать летит подкалибер здесь со скоростью тысяча восемьдесят восемь это как для подкалибера такое себе но в целом 1000 есть и нормально также давайте посмотрим броню нашу известную у тесту 10 и 3 в лд крепкая маска рубка но кстати с левой стороны рубка легче пробивается и какими-то там специальными снарядами с пробитием 340 уже можно начинать пробивать но будет пробиваться конечно нестабильно также тут недавно на стриме где вы танки заказывали заказали китайскую пт-шку покатать и у нее там пробитие специальным снарядом почти 400 так вот что я вам скажу я 3 в рубку пробивается с таким пробитием прям неплохо но не у каждого есть пробитие специальным снарядом 395 но если такое пробитие имеется то даже на и третьем страшно также еще если корпус повернуть то можно показать краешек двигателя и он легко пробивается практически фугасами в целом вообще в корму танки лучше себе не пускать поскольку это двигатель на жопе пробивается очень легко и многие будут даже фугасами туда реально и стрелять геймплей у этого танка очень простой медленно ползем куда-нибудь играть долгую позиционку от насыпи от рельефика становимся и просто убиваем все что видим bb шками если в топе специальными снарядами десятки там пробиваются куда только не пробиваются в этом суть этого танка но есть еще такая ошибка у людей которые играют на и третьем они думают раз брони супер много можно просто прямо ехать куда угодно никто тебе ничего не сделает во первых если это танк обходить сбоку с флангов то еще как сделают это первое второе центр нлд многими пробивается и не так уж сложно главное что прям в середину залетала там самая тонкая также и самые дырявые места у и третьего даже во лбу прям вот во лбу их видно в зоне фонарей на vld там под маской такие каемки есть там брони вообще почти но кот наплакал и особо одаренные люди могут и туда закидывать поэтому имейте ввиду что просто ехать прямо без каких-либо там рельефу перед собой это та еще ошибка поскольку я когда три отметки на нем брал часто так было что ты переоцениваешь свою броню пока ты едешь до врагов едешь ты очень медленно многие будут просто тебя закидывать в нлд с уроном и все и пока куда-то доползешь на этой скорости уже десять раз может все измениться поэтому нужно 300 раз подумать куда ехать этот танчик любит стоять за всякими там кучками камней и так далее у него даже лючок хрен пробьешь но если там стрелять в нижнюю часть лючка там куда-нибудь там чуть ли не в крышу иногда даже в крышу залетает поэтому лучше жопу не поднимать на и третьем поскольку могут там в район лючка под крышу закидывать но танк очень обалденный еще и тем что в этой ветке т110 и 3 и девятка и восьмерка тоже обалденные танки это прям ветка однотипного геймплея на который садишься и практически каждый танк ветки имба сильная и просто ты вдоль ветки идешь и кайфует наверное ни одной такой ветки не найдешь где каждый танк обалденный но это танки про медленно ехать много брони хорошая альфа хорошая пробить при этом даже неплохая точность такой геймплей на любителя что касаемо оборудование здесь досылатель закалка турбина все очень просто с точностью танка все в порядке мы про ближний бой про танкование про размер хп поэтому на вот надо улучшить самое плохое что у нас есть это скорость добавить хпшечки закалкой ну и досылатель куда без него полевую модернизацию вы видите на экране ну а за всю историю т110 и 3 а появился он у нас в 2012 году в патче 0.75 его только нерфил и недавно вот опять понерфил немножко там что-то ему сведения вроде понерфили еще что-то там хп что ли чуть-чуть но не сильно поскольку его и так уже нерфили несколько раз ему и скорость нерфили и сведения и перезарядку и альфу с 850 на 750 и обзор на 10 метров там украли так вот за 11 лет чуть-чуть то там то тут только откусывают у этого танка вы представляете что в 2012 году такой танк был мощный что его столько лет только нерфит ну что второе место в нашем топ-5 тоже его занимает и наверное когда вы уже увидели этот танк на фоне уже начинаете что-то подозревать непонятно кто на первом месте если этот танк не на первом то кто кто же еще может быть на первом месте у вас есть время на подумать и задуматься о том что я говорил в начале видео танки на которых легче всего показывает результат танки на которых ты как можно меньше напрягаешься и чаще показываешь большой результат и на втором месте у нас хори 3 до по статистике он сейчас на первом месте но этот танк пока что вы качали только скорострелы у которых много там ресурсиков чертежики и свобод очки зои то и так далее я думаю что это танк при спуститься пониже уже возникают некие бурление и недовольство что снаряд корявенько летит у него броня не самая лучшая давайте кстати с брони и начнем смотреть на этот хори 3 по броне конечно корпус не самый бронированный далеко щечки там что-то немного отбивает и по сути все по поводу танкования бортом это конечно у некоторых людей там в комментариях он бортом танкует но на деле мы видим какие-то дыры таким бортом особо танковать не захочется рубка 300 миллиметров да это неплохо это лучше чем у я е100 но имеет ли это смысл какой-то против восьмерок да против челиков которые стреляют основными снарядами до против pt-10 и против игроков которые стреляют специальными снарядами нет вообще никакого смысла что 280 что 300 шутка про трактористы что то что это пробивается специальным снарядом одинаково в моем мире в моем мире 280 и 300 это одно и то же когда в тебя стреляют пробить им 340 360 или 395 как тебе поможет броня 280 или 300 я не знаю вообще поэтому в моем мире это шо то шо это одно и то же и в целом что хочется про хори 3 сказать это облегченная помолодевшая версия я е100 она более маневренная более дерзкая более резкая примерно такая же броня в рубке но вот в корпусе броня подкачала но зато скорости добавили орудия покомфортнее но альфа меньше вот в принципе и вся суть молодежная ягод такая детская погонять порезвиться максимальная скорость 35 вперед 18 назад и тут уже турбина сразу просится поскольку максималка так себе удельная мощность 15 это немного лучше чем танки у которых все плохо но я бы не сказал бы что это прям ужасный результат но так себе два косаря хп в принципе хп шички у нас как у типа бронированной пт ну и броня кстати вот в рубке 300 в остальных местах конечно печально переходим к орудию точность 033 сведения 2 и 4 орудия вниз опускается на 7 градусов это такой вот средненький результат хотелось бы конечно хотя бы 8 дпм 2800 пробитие основным снарядом bb шичкой 305 специальный снаряд пробитие 360 это тоже бэбэшка обе бэбэшки летят неплохо 980 основная скорость полета специальный 1150 бэбэшка 360 это моя мечта вообще и тут оба снаряда бэбэ это прям вот по снарядам именно то что мне нравится бэбэшки и бэбэшки еще фугасы бэбэш на его и все я бы все бэбэшками обмазал вот бэбэшки мне нравится как они пробивают танки поскольку это самый понятный адекватный снаряд кумулятивы вечно где-то теряются вообще какие-то потерянные это эти спешные рикошеты кумулятивами это вообще моя любимая часть игры под калибер и это вообще редко когда чё-то хотят пробивать особенно танки у которых броня с наклонами это вообще жуть казалось бы стреляешь в бумажный танк не пробил не пробил не попал броню понеслась бэбэшки как в маза вот просто бэбэшка дает себе представляю как нормальные снаряды здорового человека вот просто с кайфом а те остальные снаряды все время что-то выживаются поэтому я вот бэбэшки плюс бэбэшки это вообще кайф но вот что-то вот кажется что и точность хорошие сведение неплохое но стабилизация так себе и снаряд в прицеле летит не совсем так как хотелось бы не любит он в середине что-то там пробивать он любит по краям где-то там землю повскапывать но точность она все равно есть и мимо прицела снаряд все равно не улетит если интернет не лагает но хотелось бы чтобы чаще в середину снаряд летел вот танк который у нас на первом месте у него часто снаряд хочет в середину лететь при всей его кривизне орудия уже некоторые могли догадаться кто у нас на первом месте здесь точность есть но вот в середину попасть это конечно загадка которую не разгадать какой у нас вывод по этому танку он вроде и про броню но она есть только в одном месте и танкует она далеко не все и хпшки у нас как у бронированного танка вроде танк и точный но точность это с ложкой дегтя иногда ощущение что там целое ведро и военчики 7 в ногу себе не стрельнешь с такими военами но вот б башки 305 основной 360 специальный это вообще это а можно на все танки такие снаряды вот реально вот это прям реально радует и альфа 700 она вроде и большая но и не туда не сюда 700 не 750 не 650 не 1000 не вот 700 поэтому танк вот такой получился какой-то яга гриль или грилиях короче как хотите но вот что-то вот такое между если внешне посмотреть то это реально в корпус яги всунули гриля покрасили в зеленый цвет получился хори 3 орудие тоже кстати она и на то и на это похоже и динамика тоже появилась но максималки нет но можно ее турбиной подогнать что касаемо оборудование но самое метовое оборудование всегда нам поможет если не знаете чё на танк ставить досылатель турбина закалка на любое корыто ставишь никогда не промахнешься полевую модернизацию вы видите на экране ну а закалку на этом танке вы можете конечно поменять на абсолютно на все что угодно что вам нравится мне кажется лучше всего подойдет что-то на стрельбу но все равно мертвого не спасти как говорится если точность мертва то ничего ты с ней не поделаешь итак первое место в нашем топ-5 лучших pt 10 уровня это конечно же бабаха какая бабаха вы чего видите по статистике бабаха на самом днище это самый слабый по статистике танк отчасти это из-за того что это наверное самый популярный танк но это один из самых сложных и самых нестабильных танков не удивительно что по статистике она на самом последнем месте но по популярности наверное чуть ли не на первом но она не может быть лучшей pt 10 вообще никак самая нестабильная pt не может быть на первом месте по одной простой причине это топ-5 про самые простые танки которые легче всего реализовать чтобы при минимальных усилиях набивать обалденные результаты поэтому на первом месте минотавр и вот минотавр я считаю что это самый простецкий танк для набивания кучи урона то у него перезарядка барабана 20 с хвостиком секунд до между снарядами перезарядка 8 секунд это много но у нас альфа 530 в барабане 5 снарядов у нас урона в барабане 2650 по сути мы некоторые десятки с одного барабана убиваем худшая точность среди всех пт 042 но сведения далеко не самое плохое 2 и 2 также орудия опускаются минус 10 и радусов вверх так вообще лучше всех 20 не всегда конечно вверх приходится стрелять но лучше есть чем нет пробитие основным снарядом 265 это конечно один из худших результатов среди наших топ-5 но пробитие специальным снарядом 330 кумулятивом кстати летят они не так уж медленно 1256 это для кумуля неплохо и бэбэшка летит со скоростью 1303 грубо говоря у этого танка пробитие как утяжа и броня у него давайте на нее посмотрим одна из лучших в нлд наверное броня лучше только у т110 е3 а вот все остальное невероятно бронированное если мы будем стоять выше врага играть эту венов нас вообще некуда пробивать вот абсолютно не многие до сих пор поняли куда он пробивается уязвимая зона не такая уж распрекрасная не такая уж заметная это задний лючок передние лючки бронированные и будут пробиваться наверное только пт-шками 10 уровня а наши основные соперники это тяжи нам нужно ехать на направлении стяжами и просто их вырубать с нашего барабана нам нужно играть чисто ближний бой у нас по сути перезарядка между снарядами такая чтобы стрелять быстрее чем тяжелый танк и пробития как утяжа это по сути танк который целенаправленно построен для уничтожения тяжелых танков может конечно если супер жирный тяжелый танк попадется то мы с одного барабана его не заберем но через 20 секунд у нас будет следующий барабан да и в принципе мы не один на один играем это все-таки 15 на 15 если в рандом берем единственные наверное прям главный минус этого танка это точность 042 назвать этот танк лопатой вообще не ошибка если стоять в кустах стрелять вдаль туда но я на нем поиграл и снаряд в отличие от хоре 3 он не скажет что всегда но он чаще летит в середину тем более играю ближнем бою в принципе вообще по кайфу стрельба вот на хоре 3 так снаряд по кайфу не летит там хоть и точность сведения там все такое раз прекрасная но если она настроена лететь в край то ну и летит в край если у минотавра настроена лететь иногда в середину то она хотя бы иногда летит в середину они всегда в край но это грубо говоря броня обалденная барабан невероятный именно для вырубания тяжелых танков перезарядка барабана быстро поэтому мы чисто в позиционке приезжаем и расстреливаем тяжей да вот как на фоне вы видите бой там вообще такие прекрасные враги всегда бы таких но даже и не прекрасных врагов а каких-то и пожестче тоже мы будем перестреливать но вот конечно с такой точностью прямо и зимой зоны выцеливать это да но у нас то у самих тоже хрен чего вы целишь там вот этот задний лючок если танчик приподнять его не видно вообще если вы крышу не будете врагу показывать и он ну некуда пробивать танк вообще не но разве что если вы играете с пробитием 395 кумулем то да тут уже и рубка и 3 не поможет но там в принципе ничего не поможет у нас еще и обзор не самый плохой один из лучших 390 маскировка не самая плохая лучше только у стрв но заметно лучше но мы лидеры среди самых заметных что касаемо скорость максимальная скорость вперед не такая уж и плохая как для бронированного танка 30 до 12 назад но у нас скорость лучше чем у и 3 а броня я бы не сказал бы что на хуже чем у и 3 она реально сопоставима с и третьим таких дыр как у и 3 валбу там вот эти каем очки или еще что-то таких нет дыр но может быть у и 3 нету таких вот лючков с броней 330 которые все-таки голдой могут пробиваться но с трудом но у и 3 другие там места пробивают то есть броня обалденная но скорость не самое ужасное утильная мощность 12 это конечно чуть чуть лучше чем и 3 но не на много и в целом для кого-то это танк будет супер простой для тех кто любит играть на тяжах он понимает как против тяжей играть и он сможет на минотавре легко реализоваться кому-то понравится бодро врываться на 28 вариант 4 кто-то полюбит позиционки на и третьем кому-то понравится игра от маскировки на стрв и гриле с возможностью иногда сыграть активно но есть такой вот танчик ни туда ни сюда хори 3 везде успел в этом топ-5 который я собрал в котором 6 танков каждый найдет себе своего любимчика я не говорю что для всех прям минотауэр самый лучший танк при должных умениях на нем очень легко делать результат для тэта водов это наверно один из простейших танков но для тех кто на тяжах вообще не очень и с механиками игры так себе они даже вот простейшую ошибку делают на минотавре у него башня полностью не поворачиваются углы горизонтальной наводки 45 градусов из-за этого не сильно корпус часто перекручивают и их пробивают в борт тут даже борт по броне неплохой он бронированный но они так сильно его перекручивают что его пробивают из-за того что им неудобно эти 45 градусов туда-сюда ворочат то есть это танк с единственной башней среди всех пт но она не полноценная на полностью не поворачиваются но это все равно людям это доставляет некие неудобства поскольку танк не может стрелять в бок у него башни поворачиваться что касаемо оборудование конечно же ставим турбину чтобы ездить быстрее вентиляцию чтобы улучшить перезарядку точность сведения в общем все 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 ну и прицел поскольку у нас худшая точность вот в принципе и весь набор еще можно попробовать вместо вентиля поставить у mp или закалку это уже на свой вкус смотрите сами полевую модернизацию вы видите на экране это получился непростой топ-5 через все видео я попытался донести некую мысль про выбор себе лучше пт-10 про разный стиль игры и про то что каждая из этих пт может в хороший результат время от времени все зависит от ваших умений но даже не самые опытные игроки иногда смогут на каком-то из этих танков показать невероятный результат я надеюсь вам было интересно пишите обязательно комментарии подписывайтесь ставьте лайки с вами был варчик всем удачи увидимся пока